Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Сколько же грани действительно у мяча, мы точно сказать не можем, но сколько интересного футбола было за прошедшую неделю, это точно определить возможно. Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионат России, и все это в ближайшие 45 минут мы обсуждаем вместе с вами, а также Сергеем Буслаем, Иваном Маркеловым, Евгением Ворониным, Елена Розенбла. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Действительно, весна дарит нам пиршество футбола. Подходит к финальной стадии розыгрыш Лиги чемпионов. Матчи все интереснее и интереснее, интрига все захватывающе и захватывающе. Подходит к концу чемпионат России, давно, кстати, я уже не помню, чтобы такой был чемпионат России, где до последних, мне кажется, туров будет неизвестен чемпион, хотя я его определил уже после второго тура. Ну что ж, давайте начнем по хронологии событий. Во вторник и в среду состоялись матчи Лиги чемпионов, 1-4 финала, ответные игры, и они принесли столько удовольствия всем любителям футбола, и не только своим результатам. Итак, Ювентус, Айякс 1-2, и Айякс движется дальше. Барселона, Манчестер, Юнайтед, ну просто какое-то издевательство над младенцем, ну по крайней мере Манчестер, так и он показался по двум играм с Барселоной. Порту, Ливерпуль, ну Ливерпуль сейчас на ходу, на полном, и 1-4 абсолютно заслуженно. Ну и Манчестер-Сити, Тоттенхэм, 4-3, невероятная развязка, и одни лидировали, вторые, и на последних минутах забивали, на дополнительных минутах забивали, но мяч не засчитывали. Ну то есть это было действительно что-то невероятно красиво и увлекательно. Иван, расскажи мне, а ты о какой матче считаешь, наверное, лучшим из этих? Ну самое, конечно, неожиданное Аякс-Ювентус, хотя, опять же, все говорили после первого матча, что Аякс еще поборется. И вот честно, если по игре, то мне очень понравилось именно Аякс. Вот из всех игр именно по игре Аякс, потому что вот эти, я не знаю, как эти перепасовки в штрафной, там по 10 пасов, когда уже можно 10 раз было ударить, но это тактика. Что сказать? И правильно сказал Василий Уткин, выросла не новая команда, мы увидели не новую команду или что-то, ну это интересно, а увидели новый тренер. Действительно, вот до этого тренер, который заставляет вот так перепасовываться в штрафной, ну давно такого не было. Ну а по, если берем, конечно, по накалу страстей, то Манчестер-Сити, Тоттенхем, да, это что-то с чем-то. Вот эти прыжки Гвардиолы и вот этот Варк, который так не любит Почетина. Теперь полюбил. Да, теперь полюбил. Нет, ну он все равно сказал, что говорит, я против, но хотя при всем при этом два раза подряд он играет за них. Да, согласен. Я против, но результат считать. Ну конечно, вы на прошлой передаче явно высказали свое положительное пристрастие, скажем так, к Ювентусу, да? Нет, он закоякся. А теперь друг на друга показывают. Не я. Как? Ты сказал, что ты за Ювентус? Я за Ювентус. Так. А Илья был за Явс. Вот. Где теперь твои крокодильные слезы? Ну крокодильные слезы действительно есть, потому что я рассчитывал, что все-таки Люмио мой в Италии и Ветус выйдет и добьется, скажем так, результат и выиграет Лигу чемпионов. Но посмотрев, как играет Аякс, это был не день, скажем так, потому что Ювентус сыграл не в свой футбол, а Аякс, мне кажется, сыграл в свой футбол, который он играет уже в последнее время на протяжении. Поэтому, блин, зрелищность. Моя теперь симпатия будет Аякс. Понятно. Роль, как говорится, да, роль личности в истории. Мы все говорили, Роналдо. Да, и на прошлой передаче мы говорили, что насколько эта команда сформирована для того, чтобы решать поставленные задачи, и не зависит ли это от одного человека. Как показала практика, да, Роналдо зависел, забил, но команда дальше все-таки... Ну, знаешь, я говорю, что не было похоже... Вопрос был Илья, но ничего страшного. Хорошо, извините. Роналдо со скрипом вытащил сам в одну калитку Ювентус в матче с Атлетикой ответным. Здесь, в общем-то, до некоторой степени похожа ситуация, что Ювентус почему-то был деморализован, и, казалось бы, не так много. Ювентус всего лишь два мяча нужно было забивать, но, по большому счету, Аякс должен был выигрывать и крупнее. У меня отдельное удовольствие, что мы получили, кстати, дерби в полуфинальных парах. Да, да. Тоттенхем Аякс, как можно не сразу подумать. Сергей, ты любишь итальянский футбол, вообще как таковой. Не, ну Ювентус я нет. Ну Ювентус, да, ну Ювентус ты... Никогда. Никогда, это правда. Я на прошлой передаче поставил под сомнение выигрыш Ювентуса. Да, Женя ты говорил. Да, и, в общем-то, так оно и получилось. Почему? Почему Ювентус первые там 30 минут, ну, все было в его руках, а потом раз и все, и больше мы не видели Ювентуса как таковой. Мы целью из Аякса. Ты понимаешь, мне понравился это... Йохан Круив, да, мне кажется, говорил, что не деньги играют в футбол. Да. Да, и бюджет Аякса там сколько раз в пять, наверное, меньше, чем у Ювентуса, да, там 40 с чем-то миллионов, да, у него. Вот, а Ювентус, наверное, за 200 уже, да, если не больше. Ну, и около того. Вот, и, ну, там один Роналду сколько стоит, я не знаю. Если брать по цене игроков, то Аякс, да, теперь они поднялись в цене, согласен, но до матча этого они были меньше, на много раз. Тем более, там есть игроки, которые вообще, ну, со школы Аякса, допустим, и поэтому действительно вот не деньги играют в футбол, не звезды играют в футбол, а вот именно школа Аякса, то, что они играли в атакующий футбол. Ну, на звезды, на звезд ходят, болельщики. Ну, а на Аякс не ходят, что ли? Ну, на Аякс, я не знаю, если только в Голландии. Сегодня посмотрим, сегодня, кстати, матч будет, Аякс, Витес, Слуцкого будет играть с Аяксом, там они будут играть в Амстердаме, так что, я думаю, может будет где-то посмотреть этот матч, интересный будет, я думаю. Ну, что ж, посмотрим. Давайте, Порту-Ливерпуль, в принципе, все понятно, Порту свою задачу выполнил на сезон. Он, вот, 100, 18% Порту, да, уже выполнил свои. Ну, и для России, то, что у нас теперь, да, три представителя на следующий сезон остаются. Олег, Порту решил сразу две задачи, во-первых, далеко прошел Лига чемпионов, во-вторых, как обычно, продал весь свой состав на окончании чемпиона. Не всегда. Это да. Хорошо, что не Динамо он, правда. Кстати, как и Аякс. Ну, он еще нет. Аякс, подожди, что-то играет. Ну, Аякс уже не сегодня, не завтра, он... Там уже стоят в очереди, я думаю. Вот вопрос, кстати говоря, мне кажется, вот расхватают этих игроков и будут ли они отдельными, вот так, в разных командах. В разных командах, да. Мне кажется, вот как раз-таки Аякс осилен именно той командной игрой. Да, второй тренер, говорят, очень сильный. Подобрались именно вот те люди, которые нужны, и тренер сам. Но мне кажется, не факт, что эти люди заиграют далеко по отдельности в разных командах. Говорю, а второй тренер. Согласен, есть. А второй тренер собирал, и второй тренер играет ключевую роль в этой команде. И вот он, говорят, уже ему предложили тоже хороший контракт какой-то из больших клубов. И я думаю, игрокам тоже. Ну, будут по-новые, Аякс на том и стоит, мы же говорили. Всегда. Во все времена. Продают. Есть еще все равно одно но. За какой момент они, правда, собрали этот состав? Ну, года 3-4, наверное, у них на это ушло. Да, Аякс, он буксовал уже чемпионат. Да, да, да. Прошлые годы он никак себя не проявлял. Что же делать? Ну, в этом плане как раз-таки Порту более... Ну, вот, например, те же самые португальские более продуктивные. По сравнению с голландскими клубами. Для нас это, наоборот, приятнее. Илья, Манчестер-Сити-Тоттенхэм. Да. Замечательный матч. Матч, вне всяких сомнений, замечательный. Я, честно говоря, думал, что все-таки в этом году вот ничто не может помешать Манчестер-Сити взять Лигу чемпионов. Которые вот они уже так, ну, года четыре как минимум вот идут целенаправленно, тратят огромные деньги. И вот все для них. И опять не сложилось. Не сложилось. Но вот даже не знаю, что и сказать, потому что Манчестер-Сити, афгент атакующего футбола, они великолепный матч провели, проигрывали, отыгрывались, получили нужные для себя результаты дважды. И все-таки на последних секундах оказалось, что не хватило вот этого мяча и отмененного, чтобы пройти дальше. Так что трудно комментировать. Тоттенхэм прошел. Вот и все, что можно сказать. Манчестер-Сити-Красавцы остаются. А мне вот интересно, сейчас, Сережа, мне вот интересно. А вот в нашем российском чемпионате вот могла, есть ли такая команда, которой вот Тоттенхэм тоже, по большому счету, звезд с неба не хватает? Ну, он всегда где-то там в шестерке, но никогда не на первых ролях. В смысле в шестерке? Залечь на дно в Брюге, да? Ну, а когда? Ну, хорошо, в прошлом году он был в четвертом. Нет, он в четверке больше, чем в шестерке. Ну, Олег и говорит, что он близко все равно всегда где-то там. Ну, Тоттенхэм уже последний раз брал чемпионство. Ну, по чемпионству, да. А Лиду чемпионов в этом году, например, они не купили ни одного игрока. Хорошо. Он уже два межсезонья не покупает ни одного игрока. Да, совершенно верно. А вот из наших команд способен кто-то был на такой подвиг? Ростов. Только Ростов. Урал сейчас вышел в полуфинал. Да, с Манчестер-Сити сыграть... По факту у нас, в принципе, похожая команда – это Оренбург, который сейчас точно так же, в принципе, подобрался в состав. И они бьют не игроками своими, а бьют... Женя тебе... Украинбург там с Олегом... На рану, на рану просто. Нет, ну, а ребята берут командное игрок. Там тренер. Вот я с тобой всегда знаю, что там тренер главную роль играет. Ну, опять же, тренер, который собрал игроков. Собрал, да. И звезд с неба не хватающих, но там команда бьет. Там тренерская команда, чистая, понимаешь? Там нет действительно звезд, но тренер так и оставляет игроков, мотивирует, что они играют. Что они играют. Мне, в принципе, вот такой поход Тоттенхэма напомнил в какой-то степени, может быть, Атлетика. Да, вот есть что-то, мне кажется, схожее с Диего Симеоне. Вот команда, она вроде бы, ну, она там вторая, третья всегда, да? Там даже чемпионство, по-моему, там года четыре назад они взяли. Но вот по боевитости, по составу, у них состав-то, я не скажу, что... У них проблема, Олег. У них проблем, сколько у них, сколько получил игроков в травмы. Главная звезда получил Кейн травму. И тут раскрылся сон сразу, да, видишь? Да, ну... Говорят, что без Кейна он, наоборот, стал лучше играть. Вот видишь, как он забил, вытащил практически сам, вытащил в полуфинал команду. Ну что ж, неплохо. Итак, друзья мои, прерываемся буквально на одну минуту на рекламу. И скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, одна минута пролетела, мне кажется, даже быстрее, чем... 60 секунд, и мы продолжаем дальше. Давайте посмотрим пары, которые определились у нас в полуфинале Лиги Чемпионов. И сразу понимаем, наверное, да, за кого кто будет переживать. Тоттенхэм, Айякс и вторая пара Барселона, Ливерпуль. Друзья, за кого вы теперь будете переживать в этой Лиге Чемпионов? Так, у меня, как и у Сергея, есть такое перепутье в игре Тоттенхэм-Айякс. Это команда по братимок, по команде друзья. Извиняюсь перед зрителями. Опять поднимаю еврейскую тему. Две команды, самые знаменитые еврейские, с одной фирмой, с одним названием. И Тоттенхэм имеет шансы выиграть Лигу Чемпионов первую в истории. Айякс будет фаворит этой пары. Но в любом случае они будут, мне кажется, даже скрытым где-то фаворитом Лиги Чемпионов. И для меня команда, за которую буду болеть. Потому что изможденный либо Барселона, либо Ливерпуль в финале попадется... Ну, когда финал? ...Андердогу. Не, ну... Финал 1 июня. Ну. Тут будет уже отыграно все. Хочется. Хочется, хоть в Катя Мире мы болели за Бельгару. Кто? Кто вы? Из этих пар? Да. Ну, ты же знаешь, я буду сказал, что я буду симпатизировать, естественно, сейчас уже Аяксу. Симпатизировать Аяксу, а болеть за Барселону. А болеть, да, болеть буду за Барселону, соответственно. Ты же знаешь, у меня нет Ливерпуля команды такой. Это правда. Тоттенхэм Аяксом однозначно Аякс, а вот Ливерпуль-Барселону, не знаю. Мне, конечно, и те, и те нравятся. Поэтому буду за красивый футбол, наверное. Сергей? Я, как и Ирия, мы с ним разговаривали. Я тоже, мне сердце разорвано, потому что я и симпатизирую Аяксу, и Тоттенхэму. Тоттенхэму, конечно, больше. Раньше я не начал плывать. Хочется отметить, что... Я рад, что в финале будет играть одна из этих команд. И вот буду болеть в финале, либо за Аяксу, либо Тоттенхэм, кто выйдет. Это вот меня радует. Ну что ж, я перебил. Хотел ли я что-то сказать? Во-первых, при сравнении Олега Туева с Атлетикой, Тоттенхэм все-таки, как мне кажется, гораздо более атакующая команда. Менее прагматичная, чем Атлетика, которая играет все-таки более тайтово, осторожно. И вторая позиция, то, что что-то вылетело совсем из головы, честно говоря. Ладно, проедем. Да, вылетело и вылетело. Да. Я честно скажу, Аякс мне очень понравилось. И в этом сезоне они великолепны. Влюбили они в себя, да? Влюбили, влюбили, конечно. Много почитателей стало. Конечно. Барселона-Ливерпуль, хоть Евгений говорит о том, что за Ливерпуль по определенным причинам он не будет болеть. Но, честно говоря, Барселона мне уже порядка надоела последнюю десятилетку. Поэтому я, наверное, поболею, чтобы в финале встретился Аякс и Ливерпуль. Одну минуточку еще. Ты сказал, кто у нас похож на Тоттенхэм, допустим, да? А я хочу сказать, кто у нас в премьер-лиге похож на Аякс. Вот команда, вспомни, которая влюбила в себя половину населения. Это Краснодар, который вышел из ничего. Вроде было 100 болельщиков, 200 потихоньку. Не, а помнишь, Волга, не Волга, а помнишь, дальневосточная команда Луч? Не Луч, они играли просто в веселый футбол. Забивали им 5-6. Что за команда была? На Енисеи, нет, это из Хабаровска, по-моему. Не, 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 вот они играли в этом, да, недавно только в пемьер-лиге. Сибирь! 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 Я даже в Востоке, да, может быть, спутан. Но я говорю, что команда, которая была веселая, которая действительно в себя влюбила. Да, они без обороны. Они без обороны играли и туда, и сюда. Причем они там за сезон по 50 мячей пропускали. Да, да. Да, да. У них там счет 7-6, 5-4. Да, да, да. Молодцы ребята были. Согласен. Я вот тут с Аяксом, да, соглашусь. Наверное, Краснодар похожи. Да, да, вот они набирают. Потому что последний матч, вспомни, кто-то, вот, мы подойдем к российскому чемпионату, из комментаторов сказал, что летели в самолете с людьми, которые летели из Москвы. Которые говорят, да, мы хотим болеть, мы болеем за Краснодар. И ездим на матчи. То есть люди летают из Москвы на матчи Краснодара, представляешь, на стадион. А потом, ну, не будем забывать, что у Краснодара болельщики были сначала поделены. Да, да, да. Там еще Кубань была краснодарская. Кубани было больше. Больше было. Помнишь, первый матч они играли в стадионе Кубанском, и там приходило, говорю, по 100-200. Там солдат пригоняли, чтобы как-то картинку заполнить. Да. А сейчас, мне кажется, что болельщики Кубани, ну, понятно, не все Краснодарцы, они все уже начали болеть за... Да, 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 100%. Я даже некоторых узнал там на трибунах. Ну, не мудрено, мы все их знаем, учитывая, что их там 2-3 человека. Да, пофамильно. Пофамильно. Ну, что ж, друзья мои, действительно, Лига Чемпионов впереди. Матчи будут невероятно интересные. Тоттенхэм, Аякс и Барселона, Ливерпуль и кто-то из них 1 июня поднимет над головой Лига Чемпионский Кубок. Давайте переходим к Лиге Европы. Мы немножко в прошлых передачах подзабыли об этом турнире, потому что больше наших команд там не выступает, не говоря уже о Лиге Чемпионов. Поэтому, может быть, мы потеряли связь с этим Кубком. Но, тем не менее, там тоже достаточно интересные ситуации. И давайте посмотрим, какие пары сформировались у нас в 1-2 финала. Итак, в полуфинале немецкий Айнтрахт будет играть с английским Челси, ну и английский Арсенал будет играть с испанской Валенсии. Вот такие пары у нас образовались полуфинальные. Что можно сказать о Лиге Европы? Илья. Очень рад за франкфуртский Айнтрахт. Это команда из города, где практически все родственники по папиной линии живут. Эта команда мне близка. И меня что поражало вообще в Айнтрахте, многие были шокированы тем, что какое большое количество фанатов ездит на выезда и вообще посещает матчи этой команды. Но в то время, как несколько лет назад, лет 5, Айнтрахт болтался во второй Бундеслиге и все равно бил рекорды, по 50-60 тысяч ходил на его матчи и при стоимости билетов все равно порядка 100 евро. А на последнем матче... В Германии всегда, в последние годы выделялось количество... С Бенфикой ты случай знаешь, что болельщик один из Бенфики, не один, несколько болельщиков приехали не на тот Франкфурт. Ну это мои родственники, Франкфурт на Майне, Франкфурт на Одере. Я иногда фотографируюсь, им говорят, ребята, это вообще не тот Франкфурт, вам и за 600 километров в другую сторону. Ну а как у нас на чемпионате мира, матч был где-то в Ростове, а люди приехали в Ростов великий. Олег, добавлю, по Лиге Европы, жалко, Валенсия вышла, но не будет играть Щерышев, он позавчера получил травму тяжелую и выбыл до конца сезона. И сборной не будет играть, да. Ну вот видишь, как всегда. Там такая страшная, ну боялись сборщиков хотя бы, да. К сожалению, такой игрок подвержен травмам, согласен. Да, да. Ну что ж, одна, ну не знаю, насколько это закономерность, но в Лиге Чемпионов два английских клуба представлены. В Лиге Европы в полуфинале два английских клуба представлены. То есть английский футбол, без всяких сомнений, в этом году доминирует, и это надо признать. И у нас получается одна голландская команда, две испанских, да, и одна немецкая команда. Вот те, кто будут представлены. У меня тоже есть симпатия. У меня, конечно, нет родственников за границей, у меня анкета чистое. Тебе не положено. Не положено. Поэтому я, наверное, буду здесь переживать за Челси, потому что я переживаю до сих пор, когда Дмитрий Харин перешел в Челси. Ну и сзади тебя, если посмотреть, то у тебя Челси. Так точно, флаг Челси висит, это не просто так, да. Но в матче, наверное, я буду все-таки переживать за Арсенала. Вы все же знаете, да, что когда Абрамович, вообще изначально ходили слухи правдивые о том, что хотел он купить Тоттенхэм, а не Челси. Потому что Челси – это команда, в общем-то, такая, аналог нашего торпеда, такая команда простые. Ну, они же апелагенты, они противники. Челси, Тоттенхэм – это как Спартак и Циска. Так что ты будешь болеть за команду таких ярых противников Тоттенхэма. Ну и ничего страшного. Итак, друзья мои, давайте переходим к следующей теме. 24-й тур чемпионата России прошел. Ну, накал страстей был, наверное, не меньше, чем в Лиге чемпионов. И я уверен, что любители футбола знают, о каком матче я говорю. Телефоны вы видите на своих экранах. Подключайтесь, давайте повспоминаем те великолепные моменты, которые нам подарил 24-й тур. Итак, Анжи Ахмат. Анжи все ниже и ниже и ниже опускается к Первой лиге. Уфа, Арсенал 1-2. Арсенал на чужом поле, молодцы. Скорее всего, уже им мало что светит в нижней части турнира таблицы, хотя и в верхней тоже. Оренбург неожиданно, на мой взгляд, обыграл Ростов 3-0. Видимо, после Спартака как и ЦСКА, так и Ростов потеряли все силы в игре со Спартаком. И следующие матчи свои проигрывают. Динамо крылья советов. Динамо порадовало своих болельщиков 1-0. Победили долгожданная победа, долгожданный забитый мяч, который, в общем-то, и принес Динамо 3 очка. Локомотив ЦСКА, на мой взгляд, локомотив здесь больше потерял, чем приобрел. Ну, а ЦСКА совершенно наоборот. Супер матч невероятного накала. Краснодар-Зенит 2-3. И, как многие говорят в этом матче, скорее всего, Зенит оформил чемпионство. Урал-Рубин. Ну, Урал достаточно бойкая команда, поэтому Рубин сейчас не обыгрывает, мне кажется, только ленивый. Ну, и Спартак-Енисей в этом матче, ну, не было, мне кажется, вот что-то такого, но, по крайней мере, Спартак доказал, что может обыгрывать 16-ю команду чемпионата. Давайте, переходим. Динамо, крылья советов. Тут звучат фанфары, аплодисменты. 1-0. Динамо побеждает. Сереж, честно, я забыл, когда мы на программе в последний раз говорили о победе. Начинали с Динамо. Динамо. Ну, что, где-то передача 5 назад где-то была. Не так уж давно. В прошлом году. Ну, понимаешь, Олег, по парадоксу, в чем Динамо играет сумасшедшие матчи, да, там, по 33 удара поворотом, там, и не выигрывает. А здесь, в принципе, такой трудовой. Трудовой, абсолютно. И один гол. Ну, я так и думал, что решит, кто забьет, кто-то выиграет. Действительно, забили динамовцы. Логично. Ну, а крылья, конечно, меня разочаровали. Я думал, конечно, ждал большего от них, что вот они, как мы говорили с тобой, вроде как и усилились, и Божевич пришел. Ну, как тут они немножко беззубо выглядели. Потому что вот я посмотрел, у них где-то в первом тайме, ну, может, одна там атака прошла, не больше. А учитывая, что вы прямые конкуренты за позицию, чтобы не играть стыковые матчи, либо крылья, либо вы. Да, да, да. Ну, пока мы вышли с таковых, но впереди ждут такие серьезные матчи. Там у нас и с «Зенитом», и с «Ахматом», и с «ССК». Да, то есть надо брать очки. С сильными хорошо играют. Ну, это хорошо, да. Динамовцы, парадокс, действительно, играет с сильными хорошо. А вот со «Слабми» в последний матч, там будет у нас «Енисей» и «Арсенал». Ну, я не знаю, как переживать. Ну, с этими командами надо что-то делать. Ну, я думаю, нет. Ну, будет все хорошо, потому что таблицу потом покажешь. Там, в принципе, с вылетом-то уже определились, а стыковые там, ну, максимум, что «Динамо» грозит. Ну, думаю, 50 на 50-то где-то. Сереж, следующий сезон, да? Кстати, вы когда заходите на свой стадион? Ну, 26 мая, с «Арсеналом» игра. А, у вас «Арсеналом» игра? Я же тебе рассказывал, да, я от Лизы не сказал, что… Ну, да, директор управляющей компании, которая управляет стадионом, он на встрече с болельщиками сказал, что матч стоит 26 мая с «Арсеналом», а первый матч с «Динамо»… Это какой тур? 28-й, по-моему? Это последний, где-то так, в конце где-то. Вот, и помешать этому может только «Метеорит», если упадет на поле. И «Болельщики» написали, что, скорее всего, учитывая, как «Динамо» везет последний год, и со стадионом, и с травой, и с матчами, то, скорее всего, он упадет. Это будет «Метеорит», и мы опять будем что-то перестраивать, переделывать. Но, я думаю, слава богу, будет все хорошо и откроет. И, тем более, следующий сезон, как ты затронул немножко, уже «Динамо» будет с оптимизмом смотреть, потому что сейчас, мы уже говорили об этом, придет новая команда, будет новая, строится вокруг этой управленческой команды своя команда. Это правильно. Помнишь, мы говорили, что банковский сектор, банковские дела, что они формируют свой расходный бюджет на чуть позже сроки, и поэтому получается, что вроде деньги есть, их потратить нельзя, потому что они запланированы на следующий год. Нет, но это они, как тебе сказать, спонсировали общество «Динамо», немножко там другие. А сейчас они будут сами владельцы, не надо никаких спонсоров. Они владельцы клуба будут, владельцы стадиона, владельцы клуба, и они уже совершенно другой бюджет будут, и совершенно другие деньги. Ну, будем надеяться, будем надеяться, что уже в следующем сезоне, а мне почему-то даже не то, что кажется, я абсолютно убежден, что «Динамо» останется в премьер-лиге, и в следующем сезоне. Я думаю, да, никто не даст, потому что, куда, надо стадион заполнять-то, надо стадион. Согласен. Хоккей-то, он полные матчи собирает. Но, тем не менее, поздравляю. У меня такое чувство, что может доиграться «Рубин» все-таки. Да, а мы говорили же. Опускается, и опускается. Стрячка до переходных матчей, и никакой надежды. А с какого места? С шестого. С седьмой был шестым, и как он начал падать? Шестая на две ничьи, четыре поражения, да, или пять поражений одной ничьей. Странно, конечно, странная ситуация. И, по-моему, ноль забитых. Хороший тренер, да, Мердыев вроде бы… Не может. Ну… Не может. Деньги не платят. Итак, переходим к следующему матчу. «Локомотив» ЦСКА. Да. Я не знаю, что сказать по этому матчу, но счет, как говорится, на табло. А вот об самой игре мне хотелось бы услышать ответы на мои вопросы. У свидетелей. У болельщиков, по крайней мере, в обоих одной из команд. Можно сказать, да. Илья. Да, Олег. Все-таки я был прав или нет? О том, что в этой игре «Локомотив» потерял три очка, а не ЦСКА приобрел. Пожалуй, что ЦСКА впервые в этом году… Ну, если не отскочили, то, по крайней мере, были рады, что матч закончился в ничью. «Локомотив» сильно прибавил. Удивительно, но последние 30 минут это был какой-то мощнейший паровоз. В первом тайме ты не ожидал такой игры? Я смотрел вроде… В первом тайме «Локомотив» был, потом ЦСКА перехватил, а во втором тайме тоже там первые 15-10 минут, а потом «Локомотив» просто… Должен был забивать. А почему? Давайте знак вопроса поставим. Почему так получилось? Я думаю, что армейцы уже настолько осечек допустили, что проиграть еще «Локомотив» – это точно себя отрезать от борьбы за зону Лиги Чемпионов. А ничья тоже не устраивалась ЦСКА с турниной точки зрения, но все-таки мы остались в этой группе. И вот боязнь, мне кажется, и даже казалось, это висело в воздухе, вот это напряжение футболистов, что вот только бы не проиграть еще один матч. Да, показывали о том, что мы иногда неадекватно, скажем так… То есть, хочешь сказать, что и Гончаренко, и команда были согласны на ничью, да? Нет, но то, что уже… Лучше ничья, чем поражение. Да, чем поражение, так точно. Если бы мы забили в первом тайме, выигрывали, я думаю, что, может быть, и другая игра была. Да, еще матч не пошел явно не по армейскому сценарию, гол на 13-й минуте. Я очень порадовался за Чалова, насколько мастерски был забит мяч, это просто великолепно. Ну, и насколько не мастерски, сыграл на данный момент основной вратарь сборной. Можно еще одну позицию, что все-таки армейцы доигрывали 10 минут без Дивеева. Да, без Дивеева. Плюс другой игрок, с кем он столкнулся, я не помню с кем, тоже играл с большой шишкой как минимум. Потому что там столкновение было похоже вообще на перелом лицевой кости. И команда играла десятером, бьел в таком состоянии, тоже такого нокдауна. Так что и такой накатывающий локомотив, и армейцы удержали эту ничью. Красавцы. Да, поэтому думаю, что ничья... И она стратегически, в принципе, неплохо. Неплохо. Да, мы чуть позже посмотрим турнирную таблицу. Для ЦСКА стратегически эта ничья абсолютно нормальная. На мой взгляд. Особенно в совокупности с результатом матча Краснодар-Зенит теперь уже. Теперь уже, да. Когда мы понимаем, что болели мы за Зенит. Ну что ж, у нас сегодня много-много тем, которые хотелось бы обсудить. Поэтому мы так разбираем матчи достаточно кратко, четко и, надеюсь, емко. Краснодар-Зенит. Раз уж мы этот матч вспомнили, то давайте о нем и поговорим. Краснодар проиграл у себя дома будущему чемпиону, как я говорил еще со второго тура, ленинградскому или питерскому Зениту. Иван, удалось ли посмотреть этот матч и каковы впечатления? Нет в концовке, но в концовке самое интересное произошло, конечно же. Да, вот единственное, что я не разобрался, почему-то потом еще читал, что все почему-то писали, что Перейра должен был получить желтую карточку. Красную. Ну, вторую желтую и первую карточку. Можно было даже прямую красную. Но я, честно говоря, потом специально несколько раз пересмотрел, первым ударом он коснулся мяча. Потом он уже въехал в ногу защиты. А в каком команде ты играет? Краснодаре. Ну, вот который гол забил второй Краснодара. Замечательно. Нет, замечательно. Мяч забил просто. Нет, он перед этим моментом... Говорят, что его не должно было быть. Если бы матч закончился по-другому, то Зенит мог подать протест. Потому что там действительно напрямую красную. На карточки не подаются протесты. Нет, ну вообще там, да. Претензии какие-нибудь высказал. А там они хотели в одиночный пикет Олег стать. Сколько добавил судья? Пять. Семь. Семь, да. А забили на какой? Там стенка на стенку. Ну, забили на пятый. На 95-й минуте забили. Я думаю, что добавили бы еще десять и ждали бы, пока Зенит забьет. Нет, ну ты уже какие-то еще потом... Нет, 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 нет. Зенит немножко сбавил обороты прямо в самой концовке. Когда 2-2 был, да. Когда 2-2, он завелся действительно... Зенит сбавил обороты. Это Краснодар прибавил обороты. Нет, это когда он забил, я говорю, Зенит сбавил обороты, Краснодар прибавил обороты. Забили мяч. И здесь уже потом Зенит опять включил обороты. При счете 2-2, действительно там был небольшой затишье. Ну, хотя там трастики пели вокруг поля. Но я даже тоже думал, ну все, согласились и те, и те. И вдруг атака. Стандарт, да, стандарты. Команды согласились. По Краснодару, я не знаю, Галецкому нравится такая игра. Понимаешь, выходить против Зенита и играть первым номером. Обе команды вышли первым номером. Приехал Зенит, начал играть первым. И Краснодар с открытым забралом. Конечно, все закончилось вот как закончилось. Но мне все равно интересно смотреть было. Для зрителей это очень интересно. Но для тренера я не знаю, как там. Может, ему установку Долгалицкий там, чтобы играть. Ну а чего зряет Краснодар? Да, он идет на третьем месте. Ему нужно выигрывать так же, как и все. Все, и побежали все. Потому что, грубо говоря, мы же с Краснодаром уже играем. Выиграть можно по-разному, понимаешь? Не обязательно всем ватапливать. Но почаще бы такой футбол у нас. Для зрителей, я говорю, это замечательно просто. Если еще без звука смотреть, то вообще будет отлично. Да, без звука это самое главное. Вы сейчас затронули тему. Мы ее обсуждали после этого матча. Комментаторы этого матча. Даже потом уже пошли какие-то мемы, что в последние минуты матч соседи вызвали участкового, милицию. Подумали, что у нас в квартире что-то происходит. Я, конечно, не знаю. Конечно, футбол это эмоции. Конечно, мы все переживаем, радуемся такому футболу. Но, конечно, то, что творил комментатор этого матча, это было что-то нечто. Это на любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. Конечно. Но не буду скрывать, я тоже этот матч смотрел без звука. Идем дальше. Сам комментировал, да? Правильно, правильно, правильно. Идем дальше. У нас следующий матч. Спартак. Вызвали пожар. Енисей. 2-0. Не думаю, что перед началом матча Енисей питал какие-то иллюзии по поводу исхода этой встречи. Но, тем не менее, Иван, два мяча забиты. Три очка взяты. Три очка, да, взяли. Мне кажется, даже болельщики никогда больше в жизни не вспомнят про этот матч. Потому что... А в нем и не было ничего. Ну, сыграли, выиграли, все, идем дальше. Ничего, ну... Не, конечно, первая комбинация... Единственное, что скажу, что первая комбинация, конечно, красивая. Мне понравилась. Ну, ладно. Разогнали отлично. Енисей были у Енисея в моменте. Нет, ну, Енисей тоже, на самом деле, было. И перекладина была, да. И еще пару ударов опасных было, но... Не сказать, что он лапки кверху поднял и сдался. Нет, мы не говорим, что лапки кверху поднял, но, тем не менее... Ну... Скучный матч. Ну, не было вот какой-то феерии. С каким матчем? Феерии. А ты, да, вот с каким матчем сравниваем мы? Не, ну сравниваем с... Я сравниваю с матчем Уфарсин. Уфарсин. Ну, не знаю. Просто Ленчев не сказал, поехали. Ха-ха-ха. Да, ну что ж, давайте переходим к следующей теме. У нас на очереди мы посмотрим сейчас турнирную таблицу, которая у нас образовалась после 24-го тура. А теперь кто-нибудь не возразит, что Зенит не чемпион 2018-19-х годов? Или как? Посмотрим после следующего тура. Договорились. Локомотив, Краснодар, ЦСКА, Спартак. Все это абсолютно рядышком. И все эти четыре команды претендуют на выход в Лигу чемпионов. Кто-то из них, скорее всего, не попадет туда, кто займет четвертое, пятое место. Ростов проиграл Оренбургу и пропустил его по дополнительным показателям на шестое место. Поэтому бальзам на душу армейским болельщикам, что они проиграли дома Оренбургу, который сейчас, в общем-то, находится на шестом месте. Арсенал находится на восьмом, но одинаковое количество, как и Оренбурга. Ну и нижняя часть Рубин, как мы уже говорили, скатывается все ниже, ниже и ниже. И действительно три очка остается до переходных матчей. И Рубину надо что-то делать. Динамо пока на двенадцатом месте, но график, который предстоит Динамо сыграть в матче, я бы сказал, скажем так, не позавидуешь. Ну и Енисей, мне кажется, уже все. Ну и Анжи с Уфой, как мне кажется, будут спорить, кто из них напрямую уйдет из лиги. Ну а кто, значит, будет играть переходные матчи. Итак, Жень, ЦСКА 41, Краснодар 42, Локомотив 43. Что ты думаешь? Мы должны занимать уже, наверное, все-таки походу второе место. На первое как-то вот я... На прошлой передаче ты первая. Десять очков. Десять очков. Остается шесть матчей. Сложно отыграть. Хотя... Все бывает. С таким судействием, который сейчас тянет «Зенит». Ты знаешь, Женя, надежды ведь они сбываются, потому что их с каждым годом все меньше и меньше. Ну правильно, но они сбываются. Нет, ну давайте все-таки «Зенит» давно уже не был чемпионом. И ЦСКА давно не был чемпионом. За прошлого года. За прошлого года, да. За прошлого года. За прошлого, по-моему, «Спартак» был. «Локомотив». Да. Давайте посмотрим чемпионат России, 25-й тур. Хочется напомнить нашим телезрителям о том, что у нас спаренный будет... Да, да. Эта неделя будет сразу два тура. Итак, «Ростов-Локомотив» интереснейший матч, учитывая, что играют в Ростове. Учитывая, что Ростову нужно цепляться за шестую позицию в случае проигрыша Кубка, да? Да. Они в Европу очень хотят попасть. Дальше. Ахмат Краснодар. Ахмату ничего не надо. Но, как мы всегда говорим, в Грозном любая команда выглядит аутсайдером. Рубин Уфа. Вот Рубин Уфа. Вот они будут бороться за... Это супер матч. Да, супер матч будет. ЦСКА Анжи. ЦСКА всем известно, как любят проигрывать у себя дома. Анжи. Анжи. Анжи, да. Зенит Динамо. Ох, это будет испытание для всех болельщиков Динамо и для их нервной системы. Крылья Советов Урал. Енисей Оренбук. Да, Урал-то, в принципе, тоже не обеспечил себя. Ну, и Арсенал Спартак. У Арсенала давние дружеские традиции. Обыгрывать Спартак. Обыгрывать Спартак, да. Но посмотрим, что будет в этом туре. Какая интересная закономерность. ЦСКА домашних мальчиков сейчас занимает одиннадцатую строчку. Одиннадцатую. Безобразие. В гостевых первую. Первую. Вот если бы ЦСКА столько домашних мальчиков не терял очков. Согласен. Оренбургом и Оренбургом там всего два очка. Два очка? Да. И догнать даже Спартак. Два. Это шесть всего лишь. Ахмат может. Так что и всем, кто выше, они точно так же могут выиграть. Ахмату есть над чем за Краснодаром побороться. За пятое место, которое дает право. Будут бороться по-любому. Сереж, «Зенит Динамо» самая сложная игра на выезде. Я думаю, что Динамо постарается. Учесть то, что в первом круге мы выиграли у «Зенита». Никто тоже не ожидал. Но «Динамо» победили в «Химках». Надо тоже, чтобы не ожидать. Да, да, да. Давайте сейчас не ожидать. Все болельщики ЦСКА не будут ожидать. Да, но вы сделаете свое дело. Хотя, в принципе, ЦСКА и «Зенит» уже все. Не нужно. Я просто надеюсь, что… Теперь вам нужно переживать за то, чтобы «Краснодар» и «Локомотив». Надо болеть за Ростов и за Ахмат. Все. Надо болеть за ЦСКА. Надо после матча с «Краснодаром» «Зенит» немножко будет хоть эмоционально. Это да. Давайте посмотрим 26-й тур. Потому что матчи будут в среда-четверг. Следующий там суббота-воскресенье. И, вне всяких сомнений, центральный матч тура «Краснодар» «ЦСКА» на поле кубанской команды. «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Енисей». Ну и, естественно, центральный тоже матч тура. Ну и «Динам Ахмат». Смотрите. Да. Остается не так много времени. А мы подготовили еще одну таблицу. Такую коэффициентную. Команды, которые занимают с первого по пятое место. И вот смотрите, на ваш взгляд, что означают эти цифры? Коэффициент команд «Зенит» 61, «Локомотив» 66, «Краснодар» 54, «ЦСКА» 53 и «Спартак» 62. Итак, отвечаем на вопрос, что значит эти цифры, на ваш взгляд? Вот ты за это задачу поставил. Это в процентах? Нет. Колись давай. Коэффициент, наверное, с кем мы будем играть и количество набранных очков? Или может что-то такое? Нет. Но близко. Хорошо, не будем. Это цифры, которые сложились из мест команд на сегодняшний день, с которыми соперники еще будут встречаться. Переведи? Переведи? Я Петров понял. Ну, то есть «Зенит», например, будет играть с «Динамо», «Крылья», «Ахмат», «ЦСКА», «Ростов», «Енисей». Так. Если вот их места сложить в турнирной таблице, то получится 61. Понятно. То есть, чем выше коэффициент, тем слабее получаются соперники. Чем ниже, тем, соответственно, встречаются… А вот самые низкие. И получаются полезные еще раз. Еще раз. Ну, давайте еще буквально на несколько секунд. А то еще мы смотрели на цифры. Да, давайте еще раз попробуем. Итак, смотрите. Самый легкий. Самый легкий у «Локомотива» 66. То есть, он встречается со всеми командами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. За 10. У «ФА», «Арсенал», «Енисей» и так далее. У «ЦСКА» самый сложный. Им играть и с «Краснодаром», и с «Зенитом», и с «Ахматом». У «Краснодара» тоже. Да, и у «Краснодара», соответственно, тоже. Так что, как говорится, поживем увидим. В этом году мы из Лиги чемпионов. Все шансы, да, стать серебряным призером и напрямую пройти в Лигу чемпионов. В следующий вторник мы с вами встречаемся и обсуждаем сразу два тура чемпионата России. Уверен, что за это время турнирная таблица изменится практически до неузнаваемости. Да вы не узнаете, практически не узнаете. Всего доброго, болеем за своих, пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова